вообще никакой не секрет что мы приглашаем гостей в нашу программу только с одной целью чтобы они нам что-нибудь дарили что ты нам принес я вам принес тематические подарки березовый веник первое это я надеюсь те вещи составные части котельной которые останутся в прошлом вот естественно это замененные части но просто для понимания состояния это не золото да грустненько все посмотрите в каком состоянии в общем это место в нашем краеведческом музее соседского вайфая так ну а чё это такое дальше а это собственно говоря еще одна тема может быть которую вы тоже раскроете и будете заниматься и пропагандировать нам достается плакаты по раздельному сбору мусора вот-вот-вот а я вам запрещаю покупать пакеты видишь я выиграл целую целую сумку мы теперь с ней ходим у нас для каждого гостя есть что-нибудь какое-нибудь задание испытание что-нибудь мы всегда делаем перед тем как начнем записывать но поскольку поскольку ты приехал к нам из лагеря из котельной из котельной там где тепло где жарко может быть и все это совмещено с гигантским количеством берез мы решили что вот это впервые мы дарим подарок не только с намеком вот когда будет котельный комплекс в бане комплекс будет сделан очень хочется чтобы мы не вдвоем конечно попали всем коллективом да а веник будет символом того может попасть хорошо я его сохраню я надеюсь он сохранится как раз таки они однозначных инициативах и фильмах о голодовом дающих депутатах и судьбе лагеря березка о чем говорит город говорим и мы обсуждаем самые интересные на наш взгляд события последних дней в эфире соседский вай-фай в студии кирилл васенин и наконец-то лидер шлаева подключается бред лида я тебя две программы подряд не узнавал как будто ты была визгима наконец-то я искал свой новый образ и решил вернуться к старым и все таки решила за область чем я есть уже не стать образ высокого мужчины это не твое это не совсем мое кирилл я хочу начать эту программу со слов благодарности поздравления и восхищения тобой кирюш ты огромный молодец вот это вот награда которая стоит у нас на столе дорогие телезрители это награда кирилла васенина который он заслужил своей программы дело по плечу в которой он рассказал как в жилом комплексе саровская ривьера возводится габионы за эту программу он получил приз от из рук заместительная министра строительства в россии ну не знать конечно вот но на самом деле я хочу отметить что еще раз повторюсь говорил об этом много раз уже что я к этой награде отношусь как коллективный то есть я может быть и съездил может быть это было и журналистка работа отмечена но делали и и оператор и монтажеры и делали административным ресурсом помогали то есть делалось это все коллективно на телевидении не бывает того что делает один человек и я кричала на тебя иногда с матом даже лида кричал на меня но все это привело к победе поэтому все было не на правда это я считаю это успех это очень высокая награда да 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 и мы были единственные телекомпании который представляла наш регион городской области вместе с нами победили раштудой телекомпании с нами было интерфакс был с нами было в гтрк было с нами были телекомпании федеральная из череповца откуда-то в общем мы записались в отличную компанию я считаю мы крутые короче вы крутые для вернемся к нашему любимому к обсуждению инициатив депутатов различных уровней я вернулась будем про депутатов это твой конечек да 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 саратовский депутаты николай бондаренко это имя у всех на слуху ты на него тоже про него наверняка слышал это голодающий депутат который решил прожить на прожиточный минимум месяц исходя из прожиточного минимума саратовской области там 7 900 рублей 500 получается на продукты да и у них была схватка с министром труда саратовской области наталья соколова она сказала что на три с половиной легко можно прожить то что мол макароши всегда стоит одинаково можно составить какое-то диетическое меню и коров да 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 депутат ежедневно закупался в одном из недорогих магазинов саратова на сумму 875 рублей 875 рублей на неделю его рацион ходили овощи картофель морковь лук из овощей а также яйца через три недели он понял что сил экспериментировать полный месяц уже нет даже у молодого организма цитирую эксперимента это неправильно называть потому что для десятков миллионов человек это является нормой они живут самой глубокой нищете то что эта проблема что это необходимо менять обстоит абсолютно устоявшийся факт подобная диета может говорить о двух вещах это либо потребление очень низкокачественных продуктов в силу того что они дешевые либо это недоедание такую политику кроме как геноцидом назвать нельзя сделал это сказать что это все на фоне таких заявлений как государство вам ничего не должно друзья хотите платить ипотеку сдавай и не можете содержать детей сдавать их в детдом и ну как бы вот на этом фоне это выглядит конечно как будто человек с другой планеты прибыл депутат ну я считаю что николая бондаренко в общем то должны все поддержать и попробовать каково это за три недели он похудел на 5 килограммов и помнишь мы тоже проводили эксперимент пошли в магазин и набрать продовольственную корзину и в общем то ничего особенного да не короче скажу что конкретный депутат радовал себя только карамелькой про прожиточный минимум значит сарове он девять с половиной с копеечками тысяч в среднем для работающего населения 10 300 с копеечками для ветеранов 7 900 для для тех кто старше работающих для тех кто младше работающих для детей то есть девять с половиной то есть принципе цифры сопоставимые саратовскими да и в общем наверное что менять дальше об инициативах депутатских депутат этих хочу сказать депутаты 9 депутат виталий милонов очень известны даты своими провокационными выражениями одиозный просто депутат что я нашел как жириновского держит просто смотрите он опять отчебучил блин понимаешь государственная дума это ж не городская дума они там сидят целыми днями какие-то законы придумывают вот им заняться не чудо блин скучно кирилл там скучно мне кажется приводка даже скучно в государственной думе сейчас у нас половину наших зрителей таких они там сидят тогда дурацкие законы вот кстати скучающие депутаты еще к милонову вернемся до чего доходит в ушки друг у друга ковыряются вы посмотрите на это интересно же это было обсуждение бюджетного кодекса причем надо бы один да говорить тем ты серьезная один кушку тянемся кушку тянем ай мурашки побежали глава думского комитета по регламенту михаила романов так прокомментировал эту ситуацию посмотрел говорит я ролик ничего я там такого нарушающего регламента или какие-то этические нормы для себя не увидел ковыряешься в ухе у соседа да ничего страшного норм хочешь по так аккуратнее вернемся к милонову инициатива то у него шикарная на предлагает одеть депутатов мундиры зачем ну мол они дурят говорит товарищ милонов потому что им не надо честь мундира блюсти вот а если их нарядить в мундиры они будут чувствовать ответственность и вести себя разумно и подобающе я прям представляю то что приезжают машины государственной думе значит вот длинные черные с мигалками выходит человек в китель и здесь ордена ну как пакетики китель без орденов это стрёмно в орденах выходит значит все принял мудрый закон и пришел домой снял и такой честь мундира буквально принимается надел мундир да ты человек снял мундир доделай что хочешь я не признал выходит такой мундир на крючок несет такой бросил на сидельца надел мундир и снова и только работают и продолжаем про милонова еще одна его гениальная инициатива заботиться на подрастающем поколении ты же знаешь давайте-ка мы ограничим пребывание в инстаграме час час в сутки час в сутки этого достаточно больше уже в незакона потому что он прокачанная попа и утиные губки блогеров которые не отчисляют кстати доходы налоги в бюджет всех раздражают и плохо влияет на подрастающее поколение интересно как вот instagram вот я час посидел дальше то чем нет там телефон взорвется а дальше доплатить придется милонову карточку приложил телефон и еще часик можно себе иногда кажется что какой-то особый интеллектуальный отбор идет у нас можете придумать дурацкий закон конечно могу давайте час нибудь будем час самым программите отлично вы приняты к нам проходить а у меня других объяснений просто нет тому что там происходит этот же милонов как ты знаешь был в свое время инициатором одним из инициаторов закона против пропаганды гомо-сапи я не знаю можно ли это слово произносить в эфире давай скажем старорусское мужеложство мужелого сейчас все женщины которые смотрят наш парам смущено сделать в общем то вот это наша российская нетолерантность отзывается сейчас в кинотеатрах что случилось ну богемская на самом деле правильно говорить богемная но все-таки в нашем прокате называется богемская рапсодия на этот фильм не пускают детей подростков младше 18 лет и руля во всей стране в одной стране я тебе говорю в хабаровске на фильм о фредди меркурии например не пустили федора меркулова фредди меркури федор меркулов федор меркури меркулов не попал на фильм о фредди меркой фильм ну возможно да действительно он неоднозначная реакция на него самая разная но я хочу сказать я его смотрела там два маленьких эпизода с целующимися мужчинами и я слышал столько отзывов людей которые ходили смотрели я зажмурилась как такое можно смотреть фу-фу-фу-фу а у меня эти эпизоды даже не отложили брежнева как смотрели а вот кстати лампы занята да 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 еще свои яхонтовые всех целовал я читала про этот фильм и знаю что участники группы queen они настаивали на том чтобы это был действительно семейная лента потому что изначально на роль фредди режиссеры видели саша баран коэна он должен был стать фредди меркури который бараб играл да 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 но он настаивал чтобы показать всю чернуху вот натуралистично снять ему сказали мне не друг короче это семейный фильм он о том как люди добиваются успеха давай не будем поэтому малик сыграл фредди я считаю сыграл очень достойно и для меня этот фильм фильм о том что стать легендой можно только при условии если ты найдешь себе смелость быть собой я смотрел меня мурашки били несколько дней от этого фильма и и вот вот это послевкусие было именно что я смотрела и восхищалась думаю господи насколько вы смелые насколько вы отдавались этому им говорят ребят так никто не делал они говорят а мы сделаем почему потому что мы вселенная понимаешь и не фредди говорил за себя они говорили за всю команду и они этой командой шли и ломали устоявшиеся стереотипы и они знали кто они они знали что они артисты призванные сюда чтобы подарить зрителю слушателю небо на земле и это настолько круто это знаешь как в той поговорке если смотреть в лужу кто-то увидит грязь а кто-то отражение неба вот что в тебе есть то ты видишь ну а вообще я тебе хочу сказать что ура ура наконец-то выпал снег нам очень хочется узнать да что же наши жители жители сарова любят зиму ира погнали холодно однако же на улице но все таки люди любят зиму несмотря на то что минусовая температура за окном холодно за что вы любите зиму за красоту видеть как все нарядно деревья дороги это выжить сбор здоровья толчок подъем присесть потом надо коленочки тренировать молодости а 300 раз приседал за свежий воздух откройте за что вы любите зиму как за что-то снег то что на ватрушке можно кататься коньки с муж и ребенок каким снимается можно снежки играть можно пещеры всякие рыб а я люблю валяться на снегу бабочку мы очень любим на ватрушках снегокаты новый год елку мы очень любим наряжать мы тут уже все просим ее уже заранее нарядить уже готовимся за снег за белый пушистый за красоту это новый год а еще зимой можно прыгать в сугробы за вот этот ветер за холод за мороз первый раз встречаю человека который любит холод мороз зайка расскажи за что ты любишь зиму за за то что в ней часто происходят какие-то непонятные последствия там происходит новый год за каток любим за хорошая погода снежки знаю тоже интересно что все время лето 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 какое-то разнообразие где с детьми тоже нужно такие игры не только купаться и на и снежки играть и кататься с горки а вы любите играть в снежки а давайте поиграем против меня снежок зачем вы это сделали я же девочка а к нашему соседскому вай фай его присоединился наш очередной гость это депутат негосударственной пока на городской думы станислав власов по совместительству директор лагеря березка стас привет привет здравствуйте привет подключайся к нашему вай файл пароль у нас сегодня такой дети лагерь рок-н-ролл долго придется писать много слов отлично есть много рок-н-ролла вообще в березке рок-н-ролла ну наверное немного отчеток отчеток молодежный же лагерь до честно говоря я вижу лагерь с точки зрения директор наверное человек который там был когда-то и наверное не один раз рассказал бы об этом мне подробнее на сейчас может кирилл как раз это и расскажет ну а как вы конечно руки на роли березка это это вещь место вещи смысле переносным это потрясающее место там можно сказать что именно в этом месте очень много людей которые сейчас находятся на высоких должностях очень много людей которые занимают как это так называемые лидеры мнений все вот из березки становление личности да 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 это место куда откуда люди приезжают с различных из летних смен из профильных смен и немножко другими становятся и там есть место для рок-н-ролла то что точно знаю то есть это то место которое достаточно серьезно раскрывает потенциал облады на сто процентов на сто процентов но вообще стас мы пригласили тебя поговорить не о том как в березке хорошо а о том как в березке плохо потому что да к сожалению к сожалению состояние материальной технической базы так это говорится казенным языком вызывает просто слезы и приступы паники и вот сейчас началось обсуждение бюджета на грядущий год и вроде бы наметками говорят что там будет заложены финансы на ремонт инженерных сетей но в этом году тоже говорили что будут какие прям вот назревшие проблемы в дорогу сделали слава богу дорога без автобан при этом еще лет не хайвэй хайвэй 8 полос вода как дорога ну дорога на самом деле она уложена но она еще не выполнена в полном объеме то есть уложен тут только первый слой вот такой который покрыл щебень в следующем году как вот сразу появится возможность дорогу выполнят все как-то по госту приятнее стало каждый день сейчас я ну скорость увеличилась в разы просто реально доезжаешь буквально там за пять за шесть минут по дороге по которой полчаса ехали кстати говоря что раз уж мы коснулись дороги я хочу сказать спасибо в общем да и вам вы на самом деле тоже привлекли достаточно хорошее внимание к этому проблемному вопросу большое спасибо министерству транспорта автомобильных дорог вадим саныч у вас большой прям респект мы с ним на очень серьезном таком на короткой связи регулярно из того что однофамильцы да да мы с ним познакомились благодаря этой дороге это реально так то есть очень многим людям из кстати говоря правительства с кем я познакомился в том числе вот буквально вчера был у егора скопенко который занимается кластером туристическим который который будет сконцентрирована девеевском районе это тоже мы как бы в рамках березки сорова девеева это все обсуждаем то есть я надеюсь я жить ну такой человек неспокойный и пытаюсь привлечь всех кто в эту проблему посвящен кто не посвящен потому что чем больше людей посвящено у них свои идеи свои мысли совершенно может давай посвятим зрителям насколько серьезен износ сетей насколько серьезно на самом деле березка нуждается в ремонте ну смотрите то есть те кто пользуется услугами лагеря или же услугами заездов выходного дня могут в принципе ничего не бояться ехать то есть у нас да сейчас все в ручном режиме я можешь сказать к вам с котельной на телевидение приехал что сегодня там депутат директор кочегар ну я не кочегарил конечно контролирует соляры поддать на подберезовик ну может быть и до такого дойдет до соляра там нет там у нас котельно-печное топливо ну вот такой не очень продукт удобный для эксплуатации вот ну это так сложилось вот и что сказать по поводу значит еще раз кто хочет поехать и без проблем могут ехать родители с детей могут не беспокоиться ничего там не произойдет потому что ну виду действительно понимание сейчас в каком состоянии там вся инфраструктура то есть у нас очень контроль за всем серьезный то есть я постоянно все смотрим мониторим сейчас во-первых систему видеонаблюдения приводим в порядок то есть ну и чтобы контролировать как процесс там будут все-таки я большой под промежуток времени нахожусь в городе потому что я же ну не только директор лагеря березка ну вот то есть я сейчас могу сотового телефона посмотреть бы камеры гречу прыгать глядывается ну это вынужденные меры я не люблю это делать но иногда приходится ну вот раз ты говоришь не стоит беспокоиться наблюдаем может и хай с ним с этим котлом новым еще протянем 5 миллионов почти я то ведь понимаете я не вечный конечно у меня основная задача в данном учреждении сделать так чтобы по максимуму уменьшить вот именно вот этот ручной подход чтобы все работало четко правильно можно было добавить температуры кстати это сейчас вполне реально и вполне возможно что и будет вот поэтому то есть мы сейчас я анализирую различное оборудование какой сюда можно внедрить причем анализирую так чтобы в момент когда допустим когда-то там замаячит перспектива природного газа мы могли безболезненно него перейти ведь это надо понимать что техника под разные виды топлива совершенно разные но но и в то же время как бы можно все-таки скомбинировать такое оборудование которое потом не повлечет за собой большие затраты на и переходе до до модернизации у меня я человек который березку 2000 2008 года я никогда не буду на береме ребенком работе я поехал именно в березку вот какой должен будет березка через 10 лет в самых веселых планах как эти видишь вот да перспективы директорская по развитию вот этого места скажем так что администрация тебя поддерживает бюджет тебе не ограничен да то есть условно у нас есть все все шаг все входные данные для того чтобы развивать территорию что будет к сожалению бюджет как мы знаем в российской федерации в регионе у нас он не уда не очень такой как нам хотелось бы чтобы он был и все равно находим какие-то компромиссные подходы до посложнее то есть ну надо понимать что любая ситуация на в принципе решаем вопрос просто времени и как это будет решаться мечты и самый главный лагерь твоей мечты березка твоей мечты я еще разговариваю с вами а все думают что там скотлом то хотелось бы очень органично вписаться в стратегию развития региона ну вот ввиду вот этих всех обстоятельств то что дивеева определенном ключе будет развиваться и мы находимся рядом с этим ну то есть наверное грех не воспользоваться этим всем ну в хорошем смысле слова то есть и помочь и области какие-то вещи реализовывать используя нашу инфраструктуру как я надеюсь вот в моих мечтах что она будет современная бандернизированная очень энергоэффективная для многих показательная я столкнулся из когда вот с котлами занимался есть формата государственного частного партнерства и прорабатывала и до сих пор эту тему не отметаю потому что сейчас с бюджетом одно и мы как предполагаем что в следующем году все решится а может вдруг не решится да нужно же иметь какие-то проработанные варианты то есть вот я с газпром банк энергоэффекта организации которая модернизирует котельной то есть вел переговоры но вот кстати есть например хорошие варианты какие-то мчп до рассматривать да именно так но почему нет муниципально частного партнерства когда привлекается я на вашей стороне вы понимаете да мы иногда заговариваете то есть та же самая организация которая например к нам в город пришла хочет нам помочь с воду отведением и свода приведением до атак ну организация допустим крупная по которой имеет хорошую репутацию являя находится в контуре росатома то есть ну может быть и стоит доверить и такие инфраструктурные проекты может быть какой-то городской инвестор захочет проявить инициативу я да почему летнюю эстраду в конце концов уже обратно статьи летняя эстрада уже запланирована да я надеюсь все таки она будет у нас сделано потому что я рок-н-ролл чувствую что это очень нужно и востребовано будет на самом деле инфраструктура изношена без шуток некоторых вещей уже свыше ста процентов может на скотче держится там ну как вам сказать что ты на скотче держится раньше лагерь это была база пво и вот досталось то что досталось и в общем то как бывает никто особо не вкладывал да конечно в моем понимании дети вы должны отдыхать в комфортных все-таки условиях я не говорю там что люксов да там у всех вайфай как вот у вас в студии должен быть кстати вайфай насколько знаю в березке есть он есть но он открыт не для всех а так вижу в перспективах что лагерь будет востребован на все сто процентов дети конечно должны иметь лучше лучше детям ну однозначно и досуг и все-таки там хорошая территория и если получится создать какую-то программу с каким-то интересным подходом к развитию например там нравственности в детях этом патриотические какие-то направления почему нет и это же только хорошо мы возьмем за основу обещания глава администрации как бы вкладываться возьмем твои слова что будем ремонтировать не куда приводить в порядок и будем верить что березка березка расцветет яндекс такси запретила ставить иконы в машинах бизнес-класса в челябинской области установили кормушку для снежного человека а в самаре пенсионный фонд попросил умершую пенсионерку явиться с паспортом и свидетельством о смерти за пособие на собственное погребение в размере 139 рублей 6 копеек по данным канала лентач министерство здравоохранения россии поддержала введение налога на колбасу а почему а потому что британские простите оксфордские ученые выяснили что чрезмерное потребление красного и переработанного мяса обходится миру в два с половиной миллиона смертей в год в общем колбаса теперь признана канцерогеном и повышение цен должно снизить потребление вредных продуктов в нашей стране на ленте.ру появилась новость о том что всеми любимые мультик маша и медведь обвинили в кремлевской пропаганде кто британцы профессор букингемского университета энтони глис специализирующийся на минуточку на изучение деятельности разведки заявил у машина пористый даже неприятный характер и при этом она решительная девочка откусывает больше чем может проглотить не будет большим преувеличением сравнить ее поведение с поведением путина в индонезии на берег моря вынесла мертвого кита в его желудке обнаружили почти 6 килограммов пластика в том числе 115 стаканчиков 25 пакетов 4 бутылки и 2 шлепанца если вы до сих пор не задумывались о том как эти казалось бы безобидные вещи опасно для окружающей среды то время пришло ну что кирилл наша любимая нетрадиционная рубрика какие вопросы подгоним нашему гостю предлагайте поиграть в игру которая называется у нас третьего не дано я буду тебе начитать два определения диаметрально противоположных твоя задача выбрать что-то одной из них готов погнали не готов но с газом или без с секс на пляже ли лонг-айленд лонг-айленд бар или ресторан скорее бар корр или photoshop наверно коров отлично личная или коллективная коллективная дубовый или березовый березовый айос или android у меня android хотелось бы хотелось бы айос егор летов или крит жестко это наша любимая проверка к сожалению ни того и ни другого не слушаю но обоих знаю и можно выбрать любое мы не бьем из неправильный ответ если что давайте по руками ролям наверное егор летом мы справились на теперь кирилл твой новый телефон и наша обезьянная селфи фотка на новый телефон ну а на этом все мы увидимся с вами ровно через неделю пока пока кирилл 크 и Редактор субтитров А.Семкин